здравствуйте друзья вопросик вот я зачитываю большой хороший и что у нас там здравствуйте михаил меня зовут альбина мне 20 лет и я очень люблю ваш канал на youtube и то что вы делаете спасибо ласточка в 2013 году я поступила в уфимский государственный авиационный технический университет на специальность машиностроения отчет для девочки нормально попала туда случайно можно сказать то есть отнеслась к процессу поступления безответственно обычное дело в таком возрасте господи но и как ожидалось душа молодого поэта не выдержала груза технических предметов как я вас понимаю и на втором курсе я перевелась в уфимский нефтяной технический университет а я честно говоря не вижу разницы просто чтобы хоть что-то поменять в жизни но специальность принципе такая же по сути машины и аппараты химических производств а я как чувствовал что то же самое еще бонусом ко всем техническим предметам прибавилась химия чтобы я так жил вот радость при переводе я потеряла год то есть сейчас я снова на втором курсе ничего страшно сейчас уже понимаю что необходимости переводиться не было и лучше бы я закончила на год раньше хорошую техническую специальность но у вас и так неплохая чего так техническую специальность они капризничала в общем это был какой-то странный шаг с моей стороны но я это поняла только сейчас я бы не расстраивался уже это все время что такое происходит даже для внимания не обращал существенно что понимание улучшается видео мозги и какое-то рациональное мышление появляются к 20 годам в моем случае не писать еще в 30 будет к слову учусь хорошо пока средний балл 464 ну умница какая сейчас у меня появилась жизни цель так раньше я не знал чего хотела это получить mba в сша по компьютер сайенс или даже phd но это не цель это это какая-то такая промежуточная хохмачка все-таки это средство цель цель какая-то другая должна быть затем работать в этой области в сша и иммигрировать уже полноценным человеком с образованием и опытом то есть работая в сша пройти процесс легализации уже там в этой связи у меня намерился такой план некий план авиационном университете есть хорошая специальность математика и компьютерные науки вот ее мое а я даже не знаю насколько хорошие честно вот вот ума не приложил так назвали очень странно математика компьютерной науки от компьютерные науки математика это математика конечно там есть некоторое пересечение безусловно но я бы поступила на нее по своим сохранившимся баллам егэ они действуют до 2017 года на бакалавра на бюджетную основу отучилась бы постаралась бы с отличием подала на mba вопрос такой стоит ли доучиваться по инженерной специальности или стоит сразу брать быка за рога и поступать заново есть вариант закончить бакалавриат там где я учусь сейчас это мне будет уже 22 года ночью хороший возраст затем поступить на второе высшее уже с оплатой обучения на математиковой компьютерной науки закончу я его уже в 26 лет а чё так долго то четыре года что второе высшее четыре года и только потом исполнять свою мечту и поступать в магистратуру в сша которую я закончил 28 лет а работать то когда еще и родить детей хочется успеть здоровеньких слово есть молодой человек который очень так с юмором относится ко всем моим этим планам но он ездил по work and travel и ему тема иммиграции не чужда все думал возвращаться не возвращаться так как я знаю у многих дилемма если уж у меня получится что-то он точно подхватит может быть я чего-то не вижу или неправильно рассуждаю буду очень признательна если вы ответите спасибо ой ну давайте поговорим а чё ну что же поговорим значит видеть у нас тут дождичек шел ночью так мокренько хорошо у нас радостно когда дождички у нас редко бывает значит и так к девушке возвращаемся меня беспокоит то что процесс поисков себя в 20 лет явно не закончился потому что четкой картинки такой которая ну как то вот выглядит как план хороший я не я не увидел картинка такая же размытая как я не знаю может быть было и год и два назад то есть так какие-то очертания меня смущает например вот эта формулировка хочу получить мбей в компьютер сайенс я может что недопонимаю меня пусть поправят товарищи более грамотные но все-таки мбей это по бизнесу а компьютер сайенс это инженерная область поэтому как бы сказать все-таки мбей это он не завязан на компьютер сайенс или там на микени кол инжиниринг или там еще на что-то вот есть как бы да бизнес бизнес работает по определенным законам причем это как бы большой бизнес то обычно на мбей там учат законы функционирования большого бизнеса и вот это люди изучают соответственно если ты работаешь где-то инженером и хоть и продвигаешься там в административные функции в менеджерской да вот и пошел получил мбей стал лучше понимать чего ты делаешь потому что когда тебя учат как быть инженером тебя не учат как руководить там какими-то процессами на предприятии значит мбей компьютер сайенс четыре года на второе высшее и такой романтизм знаете вот молодой человек есть он смотрит скептически но если у меня начнет получаться то глядишь и у него что-то такое там где-то начнет шевелиться но где-то начнет шевелиться там к 30 годам это одно а допустим семья дети какой-то уровень уже определенности в жизни и так далее а к 30 годам это очень конкретные вещи давайте их нельзя как бы рядышком так вот на одну платформу поэтому ну давайте я как бы с учетом некоторые неопределенности в жизни значит девушки сейчас я посмотрю еще раз как зовут ее и форма альбина да да альбина вот альбина 20 лет значит 20 лет это большой капитал альбина и у нас на канале есть плейлист такой называется путевка в жизнь и там по моему 7 видео или 8 и каждый из них рассуждает о каком-то этапе в жизни возрастном этапе и как правильно вот на этом этапе собраться и максимально получить какую-то отдачу добиться этой отдачи в частности вот в свете последующей может быть там иммиграции или что-то такое значит я очень советую вам послушать может быть там пару-тройку видео на этот счет но в данном случае я повторяю 20 лет это большой капитал потому что практически ничего невозможного в жизни нет когда тебе 20 лет и ты этого очень хочешь что мы имеем на положительной стороне на положительной стороне мы имеем что девушка способна и в таких казалось бы совершенно не девчачьих дисциплинах у него хороший балл в университете то есть она соображает и это большое дело почему она технически соображает поэтому если бы если бы девушка была ну как бы абсолютно таскать ее сознание было парализовано идея иммиграции вот иммиграции снова иммиграции я бы на ее месте поехал бы вот как ее молодой человек когда-то по work and travel и остался бы уже тут с этим work and travel и уже бы на месте там потом доучился начал бы зарабатывать хорошо уже понимал бы где чего там я не знаю у меня в школе много таких я не скажу полушколы но у меня много девчонок вот таких после work and travel ну обычно вот 22 23 года у меня мало очень а вот таких двадцать пять двадцать восемь и вот туда в тридцатничку ближе сколько хочешь и вот они в такой же ситуации вот они приехали не не закончив образование но они уже как бы сказать адаптированы абсолютно в стране они там легко находят работу просто немало зарабатывать им хочется какой-то скачок сделать и смысле заработка смысле социального такого статуса и так далее то есть я вижу много таких вот девочек поэтому если у нее действительно у альбины вот как бы вопросы эмиграции так принципиально стоят ну значит вот ну пожалуйста как бы это проторенные дорожки там полно народу можно отдельно обсуждать как это происходит у нас масса видео где мы рассматриваем там что происходит человеком когда вот он попал страну и как он дальше легализуется хотя мы знаем что там не так много вариантов да значит там либо это брак либо это политическое убежище там и так далее вот если вы говорите а меня никто не преследует как же я пойду на политическое убежище я говорю но у нас есть плейлистом сколько-то видео про политическое убежище смотрите плейлист тогда вы лучше начнете понимать о чем идет речь там и и так далее в общем есть как бы более быстрый план так так бы я сказал вот это не обязательно work and travel это может быть какая-то еще виза я не знаю если дадут там туристическое вот если мы смотрим вот эту линию образовательную потому что альбина сейчас рассматривает только образовательную что может быть тоже в некотором смысле является признаком некоторой незрелости еще то есть я не так сильно приспичило вот когда и сильно приспичит она уже не будет разбираться на как я поехала вот но допустим значит она хочет идти через образование и в этом смысле я бы на ее месте сделал бы две вещи первое я бы уже не рыпался а закончил нормально свою вот эту вот там программу да по которой научиться профессию освоил там аппараты там химтехнологии ну замечательно это шикарная профессия она сама по себе я вас уверяю ничуть не хуже чем компьютер сайт между нами я к ней конечно грин карту неплохо бы иметь но в принципе вот дальше она получила своего бакалавра и дальше пусть она уже двигает соединенные штаты вот например на мастера по вот прибором аппаратом химтехнологий или например по компьютер сайенс тоже можно то есть она может поменять профессию на ходу когда пойдет на мастерскую программу а может оставаться в рамках своих аппаратов химтехнологии и я не думаю что они у нее будут какие-то проблемы или скажем большие проблемы в последующие легализации с этой профессии чем например с компьютер сайенс это очень востребованная профессия тем более стабу не будет американское образование к верху сверху на это делали там бичди и так далее я уже не говорю о том что возраст такой но вот сейчас ей 20 лет допустим а пока все это будет происходить будете 25 26 и абсолютно такой матримониальный возраст она совершенно естественным образом не не торгуя как бы собой там не поступая с принципами так далее в тюрица по уши в кого-то я чувствую девушку эмоционально вот видно что по ней она такая вот открытая солнечная и в тюрица по по уши тут даже сомнений нет никаких замуж выйдет и так далее поэтому как бы в этом возрасте так легко естественно все получается тоже как вариант да то есть совершенно не обязательно ей переключаться на компьютер сайенс в данном случае в данном случае вот прям сейчас вот а когда она будет искать мастерскую программу она может искать сразу там по двум профессиям например значит на какую возьмут на такую пойдет она может и параллельно с тем что она сейчас делает там в химтехнологиях значит она может например параллельно учиться где-нибудь ну чуть-чуть учиться не не с не с полной нагрузкой там на компьютер сайенс что-нибудь заочное онлайн его тоже неплохо и при последующем поиске мастерской программы и тоже я так понимаю это зачтется это не как бы сказать не пустые вещи они они какую-то ценность из себя представляют поэтому значит загружаем мозги по полной так и и профессия не неплохая у нее и была неплохая я знаю что она там скакала с одно на другое это отдельный разговор ну значит я думаю что это является признаком проявлением того что была какая-то неудовлетворенность то что это неудовлетворенность не разрешилась замена и шила на мыло это понятно но просто я думаю что рядом не было человека который мог бы ей подсказать может быть родители ей говорили там в письме об этом ничего не говорится но ребята кто из нас доверяет сказанному родителями в 20 лет не но есть конечно я не хочу сказать что никто вот ну так в целом то поэтому ничего страшного приобретается опыт но в общем то самое время немножко взрослеть то есть как бы сказать серьезно продумывать решения и серьезно двигаться к реализации и тут есть другой момент понимаете я я как бы с одной стороны вот я говорю такие вещи правильные казалось очевидно правильные такие аксиматично с другой стороны я сам никогда например так не жил и сейчас так не живу то есть я я всегда шел в какой-то вектор такой был и и дальше я не разбирал там точно как и что и чего просто я так сказать полагаюсь на проведение она меня ведет я никогда не думал а что со мной будет через пять лет а что со мной будет через десять мне никогда в жизни не хотелось быть начальник эти или там сделать какую-то карьеру чтобы меня куда-то там продвигали получать какой-то дегри по этой части и так далее то есть вы эти люди разные все и и может быть она тоже такого типа я не знаю потому что она учится и учится хорошо это как раз вот в эту сторону но то что она скачет там тут год потерял там год потерял это конечно не очень хорошо то есть уже взялся иди то есть во всяком всякое дело хорошо ровно настолько насколько ты можешь его закончить вот это вот это очень важно вот когда мы говорим про smiles мне тут некоторые говорят а вы сделайте отдельное видео про коммитментe про комитмент в понимаете сложно сделать отдельное видео как делать там сделать отдельное видео про честность проверность про принципиальность про любовь к жизни про оптимизм там и так далее конечно можно но это же системо образующие вещи они же фактически всюду как в наше время любили вид красной нитью проходит она она везде или она есть или его нет если есть она везде есть я как-то я по рассказывал летел где-то самолете там мужик книжку читал я на обложку смотрю книжку я саму не читал а на обложку я смотрю и там написано ну заразного сочинка с бизнес-этикс то есть нет такой вещи как бизнес этика и такое название как бы шокирующие а потом я уже пошел почитал ну не саму книжку а про книжку книжка замечательный автор потрясающий там я его знаю вот но смысле не лично знаю его книжки знают потрясающий дядька но вопрос в чем или у тебя есть этика или у тебя нет этики дело же не в бизнесе или там в личной жизни если ты этичный ты и в бизнесе этичный и во всем этичный если ты не этичный ты во всем не этичный то же самое значит если ты как бы у тебя есть такое понятие как комитмент там доводить дело до конца вот шикарно надо доводить дело до конца я хочу сказать что мы когда с михаилом бородянским делали но смысле подключали вот его систему тестирования психологического к нашим задачам одна из вещей которые нас принципиально интересовало это способность человека идти до конца то есть вот мы когда тест ему даем значит один из параметров которые там хорошо прослеживается это насколько человек в состоянии идти до конца вот поэтому это все как бы выходит на тестах это видно хорошо поэтому я бы конечно девушки посоветовал мог быть взять тест и он свободно есть на сайте михаила бородянского по имейлу приходит вот там и к нему есть там табличка с интерпретацией такой не несложный вот может быть и надо было бы пойти посмотреть может быть у нее какие-то врожденные есть качества которые нужно на место поставить нужно вернуть их в рабочее в инструментальное такое состоять почему нет вполне возможно у каждого из нас есть что-то значит с чем можно поработать но вот меня просто немножко вот эта часть беспокоит потому что всякое дело нужно доводить до конца она вроде профессию поменял и разумные и разумные вещи говорит правильный тип того что вот там нет смысла менять что может быть надо все-таки закончить что если бы я знал такое дело я бы не меняла то есть это все очень здорово и вдруг она выныривает а может быть мне в самый компьютер сайенс там самого начала пойти нифига себе вот поэтому я бы я бы конечно сказал что взрыва взрывная смесь была бы вот этого процесса аппарата химтехнологии можете неправильно называть и и компьютер сайенс вот это вместе это просто революционная штука ведь когда у тебя помимо профессии мощной востребованы есть еще как бы способность в этой профессии вот туда в автоматизацию уходить вот это это конечно великая штука но но еще раз это она потом поймет вот она сейчас должна сделать по максимуму то что можно значит она должна закончить я бы сказал тогда если вот она была моей дочкой и пришла бы ко мне за советом вот я бы искал так дочка сказал бы я закончить свой университет учись хорошо не потому что вот что-то а потому что в принципиальном плане важно когда человек полностью отдается тому делу который он делает вот если люди которые могут это и делают а есть люди которые не могут и не делают и уже не важно чему они полностью не отдаются там компьютер из этом компьютер сайенс или семье или детям там или еще что значит вот просто потому что период жизни такой когда нужно вот себя поставить в этом деле вот и параллельно значит когда время есть учи английский учи совершенствуя английский и занимайся по возможности компьютер сайенс ну там программирование например этом каким технологиями ну чего там есть вот возьми заочно какой-то курс онлайн его возьми курс и вот вот двигайся дальше и по ходу дела разбирайся как ты поедешь потом как люди получают мастерскую программу в сша что они для этого делают чтобы не не обнаружить что ты чё-то не то делаешь когда уже пора еще год потерял или два а чтобы к моменту когда уже подошло без всяких потерь так плавненько туда перебраться вот я бы так советую такой вот у меня совет альбини и я я хочу сказать что я желаю больших успехов в этом направлении хотя не исключено что вы планы могут поменяться кардинально девочки молоденькие там у них любовь морковь там все дела может кардинально поменяться и не нужна ей будет никакая там иммиграция америка и так далее что тоже что тоже неплохо то есть не то чтобы свет клином сошелся там или что-то такое не знаю вот так что желаем альбине успехов и когда она уже будет какие-то результат получать там практически мы ожидаем что она с нами поделится и мы узнаем как у альбины сложилась дальнейшая судьба счастливо